Девушки отдыхают Ну что, погнали? Диктанты вроде бы вещь скучная и неинтересная, а на деле проверка знаний раз, проверка почерка два и три. Если напишешь его на отлично, можешь ходить с поднятой головой, зная, что ты самый грамотный. А как писали диктанты в нашем университете, расскажет Екатерина Безверхова. Диктанты 14 апреля в Югорском государственном университете состоялся тотальный диктант 2018. Ханты-мансийцы писали текст известной российской писательницы Гузель Яхиной под диктовку Исламовой Юлии Валерьевны, заведующей кафедрой русского языка и литературы, кандидата филологических наук. Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит один день по всему миру, с поправкой на часовые пояса. Каждый желающий может написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Сегодня была всемирная проверка грамотности. Проводится она в России уже 15-й раз, а в стенах Югорского государственного университета – шестой. В этот день любой желающий может прийти, написать диктант, проверить свою грамотность и показать свои знания. Чтобы начать диктант, необходимо было ввести в курс дела всех участников, пришедших в первый раз. Поэтому специально для них включился выпуск новостей, где объяснили предназначение диктанта и несколько его правил. Также перед началом диктанта участникам предоставилась возможность проверить свои знания и потренироваться, выполнив легкие упражнения на знания орфографии. Было приведено и несколько синтаксических правил, в которых зачастую делаются ошибки. Мне кажется, где-то стройки на четверку, просто там очень быстро рассказывали, что я не успевал написать все. Даже некоторые слова я там пропустил. Но я старался писать без ошибок. Ставшая уже всемирной, акция по проверке грамотности проводится в 15-й раз. Организаторы отмечают, что с каждым годом желающих написать диктант становится все больше. Ведь в этот день диктант писала не только Россия, но и еще 70 стран и целых 866 городов. В этом году диктант был сложнее, но в то же время это же и интереснее. Интересно проверить свои знания. Потому что проверяется абсолютно все. Как грамматические ошибки, как ошибки в словах, так и пунктуация. Чтобы узнать свой результат, нужно зайти на официальный сайт тотального диктанта и зарегистрироваться, после чего ваши результаты будут выданы. Екатерина Безверхова специально для твоих студенческих новостей. Похоже, Арине дали полную свободу действий, и ее разум устремился далеко в космос. Но все же стоит спуститься с небес на землю и обратить внимание на людишек. Лежала я ночью и думала, космос идеальный. Идеальный газ идеальный. Котики идеальны. Чай идеальный. Стенд идеальный. А люди идеальные? Привет. Что есть идеальный человек? Идеальный человек — это я. Ух ты! Однако. Хорошо. Раз ты идеальная, докажи, что ты идеальная. Что в тебе есть такого идеального, что ты можешь сказать, что ты идеальная? Я очень пунктуальная. Этого достаточно? Это на самом деле замечательный пунктик такой. Но есть еще какие-нибудь критерии? Я даже не знаю. Это надо очень долго думать над этим, так сразу тяжело ответить. У нас есть время. Очень много? Очень много. Примерно минуты две. Идеальный, идеальный. Это сложно. Ну, для каждого это сугубо свое же. Ну, то есть у каждого свое понятие идеального человека. Ну, вот у тебя какое понимание об идеальном человеке? Для меня идеальных людей вообще в принципе нет, потому что все с какими-то своими тараканами в голове. Своими... Ну, у каждого человека есть и положительные, и отрицательные стороны. Чисто положительных сторон ни у кого нет прям полностью. А у тебя есть такие стороны? Ты можешь быть идеальной или не идеальной? Я не могу быть идеальной. Как я могу быть идеальной, если я считаю, что нет в мире идеальных людей? Ну, мало ли, такой диссонанс бы произошел. Я люблю себя, но не настолько. Ну, это же смотря для кого. Ну, вот это для тебя. Наверное, доброта, порядочность. То есть даже не внешние характеристики, а что-то внутреннее? Конечно. А при первом внимании что привлекает тебя? Может быть, глаза, носик? Глаза, конечно. Это же зеркало души, там все дела. Если глаза красивые, то и душа хорошая. Конечно. Классно-то как? Классный человек. Это идеальный человек. Ну, и все? Ну, да. Доброта и честность. Это, то есть, те черты, которые должны быть у идеального человека? Ну, вообще, идеальных людей не бывает, наверное. Нет, не бывает, конечно, нет. Но честность классно иметь. Вот я считаю, что идеальных людей нет. Нет. Почему? Ну, я таких не видела. Если я их не видела, значит, их, скорее всего, нет. Идеал — это понятие относительное. Для каждого из нас есть свой идеальный человек. Для меня, например, это мой отец. Как это милый! Я надеюсь, он смотрит этот выпуск, Матвей, и он увидит, что вот... Я ему отправлю. Я тебе тоже так хочу сказать. Самый идеальный человек — это моя мама. Вот. Мама, я тебя люблю. 12 апреля, в октябре. Нет, это я не о погоде, а о крутом мошен-фестивале «Югутый космос». Ну, а как Екатерина Утешева бороздила космические просторы вместе с преподавателями и студентами, смотрите далее. Космический концерт, который проходил в Малом Зале уже родного в 7 ДК «Октябрь», стал лаконичным завершением пятого фестиваля «Югутый космос». Новая и более просторная площадка позволила выступающим отжигать на полную. Атмосфера Церилла действительно ламповая. Мягкие пледы перед сценой, теплый свет и много живой музыки. Любимые всеми войсы исполнили несколько новых песен. Никита Орловский с алой розой в руках завоевал сердца всех девушек своим глубоким голосом. Плаксивая скрипка, живые образы пиратов и шутки в перерывах между песнями сибирских морячей не оставили ни одного зрителя равнодушным. Отзывчивая публика смеялись над нашими шутками. И в принципе, когда мы исполняли песни, где-то, чего лукавить, где-то мы ложали. Где мы ложали, публика поддерживала, хлопала. Приятно было работать с такой публикой. На сцене побывали и братья Дубровины, которые тоже дали жару. Самым ярким же оказался финал. Группа «Век» превратила своеобразный концертный зал в настоящий танцпол с обезумевшими от музыки зрителями. Все прыгали в такт, трясли головами и подпевали во все горло еще с детства знакомым песням. Разгоряченная публика долго не хотела отпускать группу со сцены. Мы работаем активно над собственными песнями, то есть тех, которых еще вообще нет. Пока мы сыграемся на кайверах различных, даем публике к нам привыкнуть, посмотреть, вдруг им не понравится. Мы разрабатываем, у нас есть музыка, есть стихи, мы это собираем, ну мало ли. Мы это соберем все вместе, скомпилируем и выйдем собственной программой. Заходит больше всего нетленка наподобие нирваны или блюр, который народ качается, прется, им это нравится. Это молодежное заводное течение, всем просто супер. Отдаривая всех выступающих аплодисментами, сидящие в зале и представить не могли, как сложно было организовать мероприятие такого масштаба. Здесь задействовано множество волонтеров, которых никто и не замечает, восторгаясь действием на сцене. Одним из организаторов является Мария Ливанян, которая не отказалась поведать нам о своих впечатлениях. У нас молодые люди, которые выпустились уже из вуза, до сих пор приезжают выступать на концерты, помогают советами, чуть ли не попланово расписывают, как все делается. Ну ты гордишься собой. Нет, очень много косяков, очень много каких-то деталей, которые можно было и нужно было сделать лучше. Гордость прям не скажу, но я рада, что мы сделали это. Это для нас что-то новое, потому что новое помещение. Не для нас, а для меня тем более, а для космоса уж точно. Это пятый юбилейный космос на новой площадке. Это классно, мы очень рады, что отработали, что зрители и с нами музыканты остались довольны. И все же концерт удался. Можно сказать, что мы все перенеслись в какие-то космические просторы, пока наслаждались творчеством инициативных ребят. Возможно, в своем сознании мы даже покорили какую-то новую планету. Так что Юрий Гагарин может гордиться студентами и преподавателями ЮГУ. Настоящий астронавт Екатерина Утешева. Специально для твоих студенческих новостей. Солнышко в руках. Ой, это не то. Студенты ЮГУ провернули интересную сделку. А насколько она была полезна и выгодна, смотри в сюжете Валерии Кудрявцевой. 17 апреля во внутреннем дворике Югорского университета студенты разгоняли тучи танцами. И нет, они не бегали с бубнами. В руках у них были яркие апельсины. Акция «Апельсин за никотин» собрала всех любителей здорового образа жизни. А как известно, эти люди – мастера на веселье. Это ежегодная акция «Совет обучающихся», которая направлена на введение, так сказать, пропаганду здорового образа жизни, чтобы студенты бросали курить, занимались спортом и всегда были активными и здоровыми. Для того, чтобы получить заветный цитрус, нужно было сломать несколько сигарет и выбросить их. Зрелище не для слабонервных, но для многих именно этот шаг станет первым на пути отказа от вредной привычки. Ну а если ты не куришь или у тебя нет с собой сигарет, ты можешь выполнить любое другое задание. Например, попрыгать на скакалке. Среди участников акции было немало тех, кто уже ведет здоровый образ жизни. Курячих людей много. И, ну, я думаю, надо больше здоровых людей не курячить, потому что даже, ну, неприятно дышать этим. Сама ты ведешь здоровый образ жизни? Да, ну, не пырю и пришлось приседать, чтобы получить апельсинку. Как еще ты, ну, поддерживаешь здоровый образ жизни? Стараюсь тренироваться, правильно питаться. Даже, не знаю, вредных привычек, ну, не имею. Начать правильно питаться и заниматься спортом бывает сложно, но стоит лишь сделать первые шаги, и ты уже не сможешь остановиться. Ну а если у тебя совсем плохо с мотивацией, то такие акции точно помогут тебе стать зожником. Валерия Кудрявцева, Елисей Кузнецов, специально для твоих студенческих новостей. Ребята, помните, что именно в студенческие годы происходит все самое веселое и интересное. Не упускайте возможность стать частью студенческой визжуки. С вами была Диана. Субтитры сделал DimaTorzok